Ну вот, срочное сообщение от агентства Интерфакс. В Донецке по предварительным данным убит один из командиров ополчения ДНР Арсен Павлов, позывной Моторола. Стало известно, что убит один из самых известных командиров армии, самопровозглашенный ДНР с позывным Моторола. По предварительным данным в лифте дома, где проживал Арсен Павлов, сработало самодельное взрывное устройство. Сам ополченец предварительно находился в этот момент в эпицентре взрыва и получил травмы, несовместимые с жизнью. Полночь 35. 17 октября 2016 года взрывное устройство в подъезде Моторолы закрепили на тросе лифта. В качестве взрывчатки использовали пластид по свидетельствам очевидцев. Вместе с Павловым погиб его охранник. В пятом подъезде дома номер 121 по улице Челюскинцев произошел довольно мощный взрыв. «Мне вынесло дверь в перегородке и разнесло кладовку. Что у соседей я не знаю. Слышу крики и что выносят людей», — рассказала одна из жительниц девятиэтажного дома. Место происшествия оцеплено сотрудниками МВД и военными. Запрещены проход и проезд во двор здания, где произошло чрезвычайное происшествие. Одна из дорог, ведущих к даму Павлова, перекрыта бронетранспортером. По данным ДНР, ответственность за это преступление возлагается на подразделение диверсионно-разведительной группы Украины, которое зашло в Донецк и организовало это покушение. У Арсена Павлова осталась жена и двое детей. Свадьба Арсения была одной из первых в Новороссии. И вот в 2015 году у него родилась дочка Мирослава. Две недели назад родился сынок. То есть вот как бы человек жил относительно мирной жизнью, насколько это можно в условиях войны. Но вот мы видим, что наши враги не могут нормально воевать. Наши враги не могут в честном бою доказывать свою какую-то храбрость или что-то еще. Поступают именно подобным образом. Что сейчас будет в ДНР после этого убийства? Объявлен план перехвата. Прорабатывается в версии, естественно, украинской ДРГ. Потому что сработала взрывчатка. Так как бы с резистанционным управлением, естественно, ищутся свидетелей. В городе действительно объявлен режим контртеррористической операции. Вот подразделения силовых, всех силовых структур сейчас буквально перекрыли. Практически каждый перекрылся так города. Но мы находимся сейчас максимально близко к дому, где проживал Арсен Павлов, командир Моторола. Сейчас, на самом деле, известно очень мало информации. На данный момент мы знаем, что в лифту дома было заложено взрывное устройство, которое сработало как раз в тот момент, когда командир подразделения Спарта и находился, поднимался на свой этаж. Мы знаем, что проживал он на седьмом этаже. Но сейчас подобраться ближе, к сожалению, невозможно. На месте ведутся следственные мероприятия. Вот будем сейчас работать и сообщать вам, как только нам что-то станет известно. Известно о его гибели стало несколько минут назад. Долго не могли в это поверить. Потому что и до этого приходила информация о том, что совершались на него покушения, что он погиб. Но вот так или иначе режим контртеррористической операции сегодня в Донецке. Город патрулирует. Моторол действительно один из самых известных командиров армии. Самопровозглашенный ДНР. По предварительной информации, сработало взрывное устройство в кабине лифта. Дом, где жил Моторол, оцеплен сотрудниками силовых структур. На территории республики введен план перехват. В убийстве подозревают украинскую разведывательно-диверсионную группу. С настоящего имя Арсен Павлов. Он воевал за независимость Донбасса с самого начала вооруженного противостояния. Был активным участником обороны Славянска. Сражался под Иловайском и в Дебальцеве. Штурмовал Донецкий аэропорт. Являлся основателем и командиром батальона «Спарта». Моторол награжден звездой героя ДНР. Безусловно, это герой и легендарный командир всего ополчения и впоследствии вооруженных сил ДНР. Как я уже говорил, нам всем он известен как Моторол, однако его настоящее имя и фамилия Арсен Павлов. Известен он был еще при боях в Славянске. Тогда он проявил всю свою мужество и отвагу. Затем был Донецкий аэропорт, где именно его «Спарта» боролась с так называемыми киборгами. Буквально миллиметр за миллиметром выбивало украинских силовиков оттуда, которые до последнего там сидели. И вот именно заслуги Моторолы стали известны и многим нашим специальным корреспондентам, которым удалось пообщаться с Арсеном Павловым. Давайте послушаем фрагменты этих интервью. Низу, поверху не надо стрелять, в самый низ. Ну вот и Моторола раздает указания. Моторол, скажи мне, пожалуйста, до войны, до кем? До войны, до кем я только не был до войны. Ну последнее время, что я делал, там памятники делал, мраморщики, граничники. Сейчас Моторола, а имя его родное Арсен, следит за тем, как меняют ствол, который заклинило на боевой машине пехоты. Три года в морской пехоте, ну и потом в другом подразделении полтора года, год и семь месяцев. Проходил срочную службу в московско-черниговской бригаде. Люди, с которых формировалось мое подразделение, они уже здесь фашистов убивали. И теперь опять по-новому на этой же земле идет война с тем же самым врагом, с теми же самыми фашистами. Ну не конкретно с ними, а вот другие люди просто. А смысл-то один и тот же. Моторола – доброволец. И в его бригаде много добровольцев. Есть даже Чех у меня. Приехал с Чехии. Не сидел, а сему там дома. И тут же весело о печальном. Моторолу разыскивает СБУ. Хотели в плен взять меня. Да? Угу. Так вообще, наверное, за твою голову сколько денег обещают? Нет? Есть информация? Ну, в интернете вся информация-то. Два миллиона долларов. Это уже не первое покушение на Моторолу. Первая попытка была предпринята несколько месяцев назад. Тогда взрывное устройство сработало рядом с больницей, в которую приехала Моторола. Утром 24 июня в Киевском районе Донецка на территории Республиканского травматологического центра прогремел взрыв. Участники следственной группы МВД ДНР заявили, что взрыв произошел при срабатывании самодельного устройства направленного действия, которое было установлено возле здания морга. Пострадавших в результате инцидента нет. Главный врач центра Александр Оприщенко сообщил, что взрывом повреждены здания морга и семь автомобилей медперсонала. В основном пострадало остекление. Глава ДНР Александр Захарченко лично побывал на месте ЧП. По его мнению, прогремевший в центральной части столицы взрыв стал покушением на одного из самых известных командиров ДНР. Покушение на командира разведбата Арсена, позвонной Моторола. Покушение не удалось. Непредственно разложили взрывное устройство. Теракт. Но эти люди выбрали больницу, в которой лежат дети, в которой проходят похороны и вводят вообще люди гражданские. Это уже переходит все понимание человеческое и все понимание даже воинское. Уже мы и военнослужащие Украины, если вы лежите в больницах, посмотрите, пожалуйста, на эту больницу. Как вы думаете, сколько у нас взрывных устройств может быть в Украине? Вновь к новости этого часа сообщается о гибели в ДНР Арсения Павлова под позывным Моторола. И на прямую связь со студией выходит Денис Пушилин. Денис, здравствуйте, вы нас слышите. Да, здравствуйте. Можете ли вы подтвердить эту информацию и расскажите об обстоятельствах? К сожалению, да, информация подтверждается. То есть было заложено самодельное взрывное устройство. Сейчас проводятся оперативные действия, то есть объявлен план перехват по городу. Но, к сожалению, нужно зафиксировать, что это не первый террористический акт со стороны Украины. И мы понимаем, что Украина не может выполнять минские соглашения, пытается всячески сорвать. Украина не может идти в полноценное наступление, потому что они знают, что они проиграют. Поэтому они опять возвращаются к террористическим актам, то есть запуску в действия диверсионных групп, которые фактически действуют такими способами. Это очень большая потеря для ДНР, потому что это герой ДНР и действительно невосполнимая вот эта. Может ли эта диверсия стать причиной возобновления боевых действий или обострения на линии соприкосновения? Может обусловить некое обострение, конечно же. Возможно, Украина пытается спровоцировать, возможно, Украина ознаменовала своим террористическим актом некие попытки силовым путем вновь попытаться решить конфликт. То есть пока же самое ближайшее время. Завтра в Донецкой Народной Республике день траура. Моторола убит, светлая память, настоящий.